Раз в году на праздник раскошеливаясь на баночку красной икры, посоветуйте какую выбрать в железной банке, стеклянной, замороженную, на что следует обратить внимание? Смотрите, в замороженной, один из ее плюсов, нет такой добавки Е239, это уротропин, он ведет к онкологическим заболеваниям, если его системно употребляют. В банке стеклянная и жестяна, в принципе, одинаковые, надо смотреть, что за консервант использовался, использовался ли этот Е239, и страна-производитель. Все, что фасовано в Украине, лучше обойти по одной простой причине, контроля как такового нет, и там обычно присутствует эта прекрасная добавка. Плюс, надо обращать внимание на температурный режим, температура хранения икры от минус 2 до минус 4 градусов. Обычно ее хранят, в лучшем случае, плюс 1,5-5 градусов, то есть, если она совсем старая, а сейчас еще присутствует прошлогодняя икра, там ноябрьская, ноябрьская уже нет, декабрьская уже точно присутствует, или февральская, начало года, ее лучше обойти, потому что она весь год непонятно в каком температурном режиме хранилась, и как она сейчас изнутри выглядит, никому не понятно. Опять же, обращайте внимание на сорт икры, и хотелось бы отдельно подчеркнуть, сняли в Николаеве летом на 6 тысяч гривен икры. В чем была претензия? Икра хранилась даже без холодильника, просто посреди торгового зала при температуре 25 и выше градусов. Когда мы ее вскрыли, она не была покрыта плесенью, но там была сплошная каша. На что нам ответили, ребят, ну что вы хотели? Это икра первого-второго сорта, она стоит там 80 гривен. Ну, это же не деньги типа для икры. Понимаете, для бизнеса не важно, что это 80 гривен, это все-таки деньги, им важно продать это. Вот они вот выставят, если под Новый год так и будет, масса будут выставлять без холодильников эту икру. И говорят, да вы только принесли. Никому не верьте и требуйте икру только с холодильника. На развес безопаснее тем, что она все-таки более считается качественной, считается, опять же, страну-производитель, смотрите, и попросите документы, когда она была сделана и сколько времени, дефрост спросите, происходит. Там, по-моему, больше 24 часов нельзя продавать эту икру на развес. Они ее, допустим, как они ее, переносят из глубокой заморозки в плюсовую камеру, ну там плюс полтора, и она там производится дефрост, и он обычно там недолго хранится.